Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное — это естественное. Я думаю о Баддаме и Еве. Я думаю о том, какой была жизнь без страха, какой была жизнь с таким умом, интеллектом и памятью, что они могли назвать всех животных и придумать имена всем животным на Земле. Как было жить без болезней и как было слушать Бога чётко и ясно? Возможно ли вернуть то, что имели, но потеряли? Первый мужчина и первая женщина? Мой сегодняшний гость собирается удивить вас. Он говорит, что мы можем иметь даже больше этого, значительно больше. Поверьте в это. Итак, Дэвид, сколько я вас знаю, вы действуете в том, что называют славой Божией. Вы видели... Ну, я знаю, что некоторым будет трудно в это поверить, но Дэвид видел, как у людей, таких, как и его отец, не было волос, а затем волосы просто-напросто вырастали. «Дэвид видел всё это. Расскажите мне об этом. Ведь ваш отец, он еврей?» «Да». «Что с ним произошло?» «А, ну, вы знаете, у него было немного волоса, а во время собрания я получил слово, что у кого-то растут волосы». Он проверил, и это было так. «Я лично был на служении Дэвида и сидел за женщиной с седыми волосами. Я своими глазами видел, как её волосы стали каштановыми. Я лично это видел!» Поверьте, вы же знаете, что я следственный репортер. Я лично бывал на служениях Дэвида, посетил несколько собраний подряд и видел, как ремни на некоторых людях суживались, становились всё меньше и меньше, пока не заканчивались дырки в ремне. Казалось, что они высыхают. Вам кажется это интересным? «Интересно» — это хорошее слово. «Очень хорошее». Если это вам кажется интересным, то послушайте, что происходит с металлом в телах людей. Да, мы только что вернулись из Финляндии. Там проходило национальное божие движение. Титановые пластины в груди, в спине и в других частях тела начали исчезать прямо там на собрании. В Финляндии? Я знаю, в Финляндии только то, что это религиозная страна. А что в Финляндии вообще новенького происходит? Там новое движение Бога по всей стране. Я не видел такого за все 20 лет своего служения. Это просто невероятно. Опишите, что там происходит. Люди отовсюду из шести городов просто прибегали за спасением, исцелением, многочасовым поклонением, чудесами и знамениями. Вот как это было. Слава Божия просто переполняла то место, и любовь Божия была на том месте. А почему Финляндия? Ну, вы как лично думаете? Я имею в виду, а что не так с Соединенными Штатами? Мы что, швейцарский эсер? Ну, наверное, Бог специализируется на странах небольшого размера, неизвестных и находящихся на краю земли, таких как Израиль. Все думали, почему Израиль? Ну, Финляндия — это страна, которая любит Израиль. Они благословляют Израиль, и власть тоже любит Израиль. Я считаю, что разделительной чертой между истинными верующими в Мессию и поддельными будет то, находятся ли они на стороне Бога по отношению к евреям в Израиле или нет. Должен сказать вам, что есть что-то весьма удивительное. Мы поговорим о славе немного позже. Дэвид научился прикасаться к славе, к проявленному Божьему присутствию, и в результате этого происходит много чудес. Но если все происходит именно так, то почему же вы посвятили последние 20 лет своей жизни изучению работы тела и вопросам правильного и неправильного питания? «Зачем вам было тратить на это свое драгоценное время?» Потому что я заметил, что многие люди могут получить исцеление на собрании, но не могут сохранить это исцеление. Многие люди работают для Бога, ездят по всему миру, служат, а затем умирают молодыми, даже евангелисты-чудотворцы. Я начал осознавать, что есть связь между сохранением здоровья и исцелением. Вы сказали мне, что когда люди не заботятся о своем теле, то у них нет энергии, они не могут нормально думать, не могут нормально спать, у них лишний вес, они не могут выполнить свое предназначение. Это довольно хорошая причина, чтобы заинтересоваться правильным питанием. Вы знаете, я считаю, что все на Земле в своем изначальном виде появилось от Бога. Я хотел бы узнать... В общем, именно поэтому в сверхъестественном мире есть сверхъестественные пути восстановления того здоровья, которое было у наших предков. Поэтому не уходите, мы скоро вернемся. Дэвид Херцог рассказывает о Божьей славе и происходе чудеса, сверхъестественная потеря веса, исцеление больных, люди перемещаются на небеса. Дэвид хочет помочь вам ежедневно ходить в Божьей славе, где нет ничего невозможного. Приготовьтесь услышать больше, когда мы вернемся на программу «Это сверхъестественно». Многие зрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», то напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Если вы любите смотреть нашу программу «Это сверхъестественно», то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн, сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, iPad или на вашем любимом планшете. Вдобавок к архивным программам, вы также можете посмотреть специальное служение по наставничеству, записанное в медиа-центре «Это сверхъестественно» в городе Шарлотт, Северная Каролина. При участии лучших учителей с различными дарами Духа. Вы также сможете войти в Божие присутствие благодаря помазанному прославлению, поклонению и молитвам. Просто зайдите на наш веб-сайт, указанный на ваших экранах. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Вы будете научены и наделены силой Святого Духа, чтобы ходить в сверхъестественной сфере. Вся информация сейчас на ваших экранах. Пишите нам. Это сверхъестественно. Итак, мой гость Дэвид Херцог. Я был у него в гостях. Я знаю его уже много лет. Он довольно здоровый парень. И он не только довольно здоровый парень, еще он женат, и у него три дочери, и вся его семья довольно здоровая. Кстати, они сидят в первом ряду, и я попрошу их встать, пожалуйста. Давайте. Это семья Херцога. Дэвид, очевидно, что вы делаете что-то правильное. Расскажите мне немного о том, что сейчас находится передо мной. Это сок. Он был выжат всего несколько минут назад. Так вот, расскажите мне. «Каждое утро, когда вы просыпаетесь, что вы едите или пьете?» Я готовлю различные смузи, как тот, что вы пьете сейчас. Выглядит хорошо. Как он вам? Ну, мы евреи и неевреи должны нам завидовать, поэтому у нас с обоих проблем, если не еврей не будет такое пить. Нет-нет, я, конечно, шучу. Это живая еда. У вас в руках то, что я обычно делаю утром. Я кладу капусту, ягоды, как в этом случае, авокадо, все виды животных, антиоксидантов. В качестве основы я использую кокосовую воду. Это очень вкусно. Это так, будто бы жидкая энергия течет по вашему телу, исцеляет ваше тело и дает вам энергию. Позвольте задать вам несколько практичных вопросов. Органическая еда, которую вы рекомендуете, более дорогая. Да. А почему органическая пища лучше обычной? Просто там нет всех токсинов, опрыскивателей и пестицидов. Вашему телу не нужен весь этот мусор. Это очень вредно для вас. Вы получаете значительно больше питательных веществ. Когда вы покупаете, например, органическое яблоко или грушу, то получаете в 10 раз больше питательных веществ, чем в неорганическом. Когда вы учите, то учите о том, о чем я, честно говоря, знаю не очень много и не понимаю, почему это так важно. Вы говорите о том, что необходимо каждый год очищать кишечник и печень. Объясните, почему вы говорите о таких вещах? Конечно, с каждым годом вы становитесь старше, и ваш организм уже не производит того, что раньше, особенно в современном мире. Так что в вашем теле есть мясо, которое накопилось там. Подождите, это действительно правда, да? За годы? Да. Какая гадость? Именно так. Это не только гадость, но еще должно быть и очень вредно. Да, это создает токсичную среду. Это создает осадок в вашей толстой кишке, в вашей печени. Это впоследствии может привести к раку и болезням. Выведите это из своего тела, и тогда ваше тело сможет функционировать так, как должно. Хорошо, а как насчет тех, кто плохо спит ночью? Я знаю о важности сна. Все мы об этом знаем. Но если вам не спится, что с этим делать? Если вы плохо спите ночью, то прежде всего выясните причину этого. За час до сна начните отключать всю электронику. Она не дает вам спать. А что делает электроника? Электромагнитные частоты в современных технологиях так быстры, что они не дают вам спать. Телевизор, кино, мобильные, айпэды. Я уверен, что ваши дедушки и бабушки ложились спать сразу после захода солнца. Многие дедушки. А в наши дни люди не могут спать, и дети спать не могут. Разум слишком активен. Тело активизируется. Это одна из подсказок. Я слышал, о чем вы учите. И вы говорили о том, чего я раньше не слышал. Он говорит, что если я лягу спать раньше, то буду спать лучше. А я думаю, нет, я посижу подольше, чтобы когда моя голова коснулась подушки, я тут же уснул. Но он утверждает обратное. Он говорит, ложитесь спать в 10 часов. Почему вы так говорите? С 10 вечера до 2 утра ваша печень начинает детоксикацию. Поэтому если вы постоянно ложитесь спать поздно, в час или в 2 ночи, то у вашего тела нет возможности провести детоксикацию. Поэтому спите 8 часов с 10 вечера. Если вы не будете ложиться спать в 2 часа, то будете чувствовать себя более свежим. Есть слово, которое очень любят использовать доктора. Оно называется «стресс». Расскажите мне о стрессе и о том, что с ним можно сделать. Конечно же, есть различные виды стресса. Есть эмоциональный стресс, сердечные проблемы, с которыми вы не хотите разбираться. Библия говорит, пусть солнце не заходит во гневе вашем. Это тоже стресс. Это переживание эмоциональных проблем. Есть также электромагнитный стресс, когда мобильный телефон находится прямо рядом с кроватем. Многие люди не могут спать. Как только они его убирают, то тут же засыпают. И так есть стресс умственный, духовный, а также физический, который сказывается на теле и отсутствии сна. Все эти вещи создают идеальный шторм. Они просто думают о наихудшем. Сейчас я расскажу вам секрет о Дэвиде Херцоге. Я знаю, что по какой-то причине он в один прекрасный день начал есть чеснок, так же, как и яблоки. Дэвид, зачем вы это делаете? Вы ведь не ожидали, что я упомяну об этом. Не так ли? Я знал, что он зацепит эту тему. Как-то я был в Индонезии, и, кстати, это очень вкусно. Знаете что, разве было бы не лучше, если бы я просто взял несколько ягод, бананы, капусту и съел все это? Прежде всего, таким вот образом вы сэкономили своему организму час или даже несколько часов на переваривание, в отличие от жевания. Так это попадает прямо в вашу кровь по сравнению со съеданием тех же самых ингредиентов. Во-первых, вы не сможете все это съесть, потому что очень быстро почувствуете сытость. Хорошо, а теперь я бы хотел узнать о поедании чеснока, как яблок. У меня вырвали зуб. Я находился в Индонезии, проводил очень большие собрания, но две ночи подряд я не мог спать. Меня очень сильно беспокоил зуб, поэтому я подумал, что делать. Я начал молиться и просить у Бога, чтобы он помог мне и подсказал ответ. Обычно он меня исцеляет, но в этот раз он мне сказал, «Я хочу, чтобы ты исцелился естественным путем». Он сказал мне это, а затем после молитвы я нашел в интернете информацию о чесноке. Я положил зубок чеснока на свой зуб с нарывом и прожевал его. А почему вы говорите о том, что следует принимать необработанную, а только сырую органическую пищу? Да, именно так. Честно говоря, для меня это звучит не очень аппетитным. Если вам по вкусу этот смузи, то вы будете в восторге от наших блюд. Они превосходны. Это очень вкусно. Вы можете приготовить здоровую и вкусную еду. Действительно вкусные сырые блюда. Сырое мороженое, сырая пицца. Сырое очень полезно, потому что в нем сохраняются все энзимы. А что такое энзимы? Когда вы молоды, вы можете есть столько пищи, сколько захотите, и при этом вы не будете набирать вес. После определенного возраста вы съедаете небольшое пирожное и набираете вес. Вы съедаете пиццу и набираете вес. Вы не можете от него избавиться, потому что ваш организм больше не производит энзимы. Сырая пища полна энзимов. На этом мы сделаем паузу, но поверьте мне, вас ожидает настоящий фонтан чудес. Это я вам обещаю. Не переключайтесь. Дэвид Херцог рассказывает о Божьей славе, и происходят чудеса. Сверхъестественная потеря веса, исцеление больных, люди перемещаются на небеса. Дэвид хочет помочь вам ежедневно ходить в Божьей славе, где нет ничего невозможного. Приготовьтесь услышать больше. Когда мы вернемся на программу, это сверхъестественно. Многие зрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Вчера я получила исцеление во время поклонения на программе с Роем Филдзом. Меня долгие годы мучил артрит и боль в правом колене. Мое правое колено было мгновенно исцелено. Я ощутила, как сила Божья опустилась по моему позвоночнику. Спасибо Богу за вашу программу. Я записала программу с Грэмом Волшем и просмотрела ее в пятницу вечером. В субботу утром я проснулась и заметила, что небольшой, но раздражающий нарост на глазном веке полностью исчез. Слава Богу! Я только что снова просмотрела этот выпуск и верю, что Бог избавит меня от боли в шее, которая появилась много лет назад после аварии. Спасибо вам, Сид, что даете возможность Духу Святому двигаться на ваших программах. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», то напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Вы знаете, в начале этого выпуска мы говорили о движении Духа Божьего в Финляндии. Этого бы не произошло, если бы Финляндия не была таким другом евреев в Израиле. Этого бы не произошло, если бы в Финляндию не приехал тот, кто разбирается в славе Божьей. А именно, это удивительный человек, которого зовут Дэвид Херцег. Он сегодня в студии. Дэвид, а что такое слава Божья? Слава Божья — это такое ощущение, будто бы вы находитесь на небесах. Это атмосфера, воздух, небес. Это и есть слава Божья. Там нет болезни, нет печали, нет боли, недостатка, а только радость, мир, любовь, восторг от Бога, близость с Богом. Все то, что мы надеемся получить, когда умрем и попадем на небо, можно иметь уже на земле. Вот это и есть слава. Хорошо. А в чем разница между тем, в чем сердце живет Мессия Израилем, чьи грехи прощены, в ком есть Божие присутствие, и тем, кто имеет славу Божию вокруг себя? Вы знаете, я считаю, что Адам и Ева носили эту славу Божию как одежду. То есть я говорю о том, что они были буквально окружены ею на уровне физическом и духовном. Именно так. Это была слава Божия, да. Итак, зачем нам нужна слава Божия, если мы рождены свыше, наши грехи прощены, и Божие присутствие находится внутри нас? Я встречал множество разочарованных христиан, даже служителей. Они заняты своими делами, они молятся за больных, видят какие-то результаты, но в глубине души они чувствуют, что им чего-то не хватает. Они спасены, любят Бога, они не живут во грехе, но им чего-то не хватает. Они отчаиваются, начинают стучаться к Богу и открывают для себя славу Божию и говорят, «Это именно то, что я искал». Библия говорит, «Все согрешили и лишены славы Божией». Поэтому, когда мы находим славу, она покрывает нас как плащ. В славе все иначе. Вы, например, можете произнести чье-то имя и сказать, «Боб, будь исцелен от рака», а он, находясь за тысячи километров от вас, будет мгновенно исцелен. В славе нет расстояний. В славе Бог изменяет временной континуум. Расскажите мне один случай, который придет вам в голову о том, когда вы действовали в славе. Однажды я ехал в машине через всю Францию. Это была восьмичасовая поездка. В машине были мы с женой, а за рулем наш друг. Было поздно. Мы проехали уже восемь часов. Мы поклонялись и прославляли Господа. Мы начали чувствовать себя легче и легче. И через два часа мы были уже на границе с Бельгией, на противоположном краю страны. Естественно, это было невозможно, даже если ехать очень быстро. Очень захватывающая история, потому что в этой части небес время очень важным. Но, Дэвид, как я могу двигаться в этой славе? Как могут наши телезрители, которые смотрят нас сейчас, двигаться в этой славе? То есть проживать в ней день за днем, думать, что это нормально и естественно. Это звучит замечательно. Я переживаю славу время от времени, но я хочу, чтобы она была со мной круглосуточно, постоянно. Не терять ее. Как вы пришли к этому? Во-первых, я был в отчаянии. Я просто сказал, Бог, я должен это иметь. У вас тоже есть это отчаяние. Я также знаю, оно есть у наших зрителей. Просто скажите, Боже, я так хочу быть рядом с Тобой, в Твоей славе, круглосуточно. Если вы жаждете этого, то ваша жажда будет восполнена. Если вы жаждете, и вы в отчаянии, то вы ее получите. Вы можете также делать и другие вещи. Когда я просыпаюсь утром, то прославляю и поклоняюсь Богу, потому что, как говорит Библия, мы с хвалою входим в его дворы. Итак, я прославляю его и поклоняюсь ему. Его присутствие начинает приходить. Также есть кровь. Я говорю, Господи, очисти меня от всякого зла, сознательного и несознательного. Вы начинаете молиться со своего небесного места. Вы не могли бы помолиться за высвобождение славы, чтобы мы облеклись в славу Божию? Не могли бы вы помолиться за нас прямо сейчас? Отец, мы поднимаем наши руки к Тебе во имя Иисуса и благодарим за Твою славу, Господь. Очисти нас Своей кровью и дай нам доступ к Своему престолу. Ты сказал, что мы посажены на небесах. Открой сферу славы прямо сейчас и введи людей в такое присутствие Бога, которого они никогда раньше не переживали. Я вижу небеса, я вижу дверь, я вижу престол Божий, я вижу мириады ангелов, я вижу Иешуа на престоле. Просто войдите в эту сферу прямо сейчас и представьте Богу свою проблему. Дэвид, я ощущаю Божие нахождение, но вы рассказывали мне, что пережили огромное количество этой славы, когда были в Финляндии. Да, больше, чем когда-либо в жизни. Я думаю, что та же самая слава последовала за вами и сюда. Я думаю, что здесь есть люди, которым доктора сказали, что из-за рака им осталось жить совсем недолго. Здесь есть люди, которым нужно новое сердце, люди, которым нужны новые почки, люди с диабетом, у которых болит все тело. Здесь есть люди с сильной депрессией. Они плачут внутри, но улыбаются снаружи. Вы бы не могли помолиться за них прямо сейчас. Дэвид, конечно же, я помолюсь прямо сейчас. Отец своими Иисуса, я благодарю тебя, что ты прямо сейчас проявляешь к телезрителям и к тем, кто сидит в студии, ту же славу, те же чудеса, которые мы совсем недавно видели в Финляндии, где слепые начинали видеть, глухие слышать, и многие души были спасены. Пусть та же слава, которую мы переживали несколько дней назад, сойдет на людей, которые смотрят на нас сейчас. Господь, пусть Твоя слава придет. Я приказываю раку уйти во имя Иисуса. Чудеса с потерей веса происходят как в студии, так и с зрителями прямо сейчас. Я вижу, как глухие уши открываются во имя Иешуа. Я вижу, что в телах некоторых людей есть металл. Металл исчезнет прямо сейчас. Болезни кожи исцеляются. Проблемы со спиной, которые мучили вас многие годы, исчезают. Кости, связки, седалищные нервы, копчик и диски. Все приходит в норму прямо сейчас во имя Иисуса. Пятна в глазах и катаракта. Уходите! Кто-то принимает лекарства, и они вызывают побочные действия. Я повелеваю вашему телу исцелиться прямо сейчас. Вы не можете ходить, или не можете двигаться рукой, или другими частями тела. Паралич, уходи! Прямо сейчас нас смотрит женщина по имени Мария. У вас серьезные проблемы с горлом и с иммунной системой. Мария, будьте исцелены прямо сейчас во имя Иисуса. Если у вас в теле есть проблемы, то просто возложите руку на больное место во имя Иисуса. Дэвид, сейчас произойдет величайшее из чудес. Если вы верите, что Иисус умер за ваши грехи, и вы сказали Ему, что сожалеете о своих грехах, и попросили Его войти в ваше сердце, сказав Ему, «Иисус, Ты мой Господь», то это свершилось! Смотрите в следующем выпуске. Мой гость — это зажигалка. Я думаю, что мы готовы ощутить его огонь на себе прямо сейчас. Он хочет, чтобы и вы также стали зажигалками. Зажгитесь! Субтитры создавал DimaTorzok